У лакоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Здравствуйте! Как вы догадались, сегодня речь пойдет о дубах, а вернее о двух исполинах, всем своим видом, излучающих благородство, мощь и силу. О дубе летнем или черешчатом, и дубе красном, или как его по-другому называют, дуб северный. Летний дуб всем нам известен с детства. Именно его имел в виду Александр Сергеевич. Родом он с европейской части России, но встречается даже в Северной Африке. Это мощное дерево, высотой до 40 метров, с широкой раскидистой кроной. Все дубы долгожители, но черешчатый, переплюнул всех своих собратьев. Его средняя продолжительность жизни около 300-400 лет, но при хороших условиях, говорят, даже до 2000. Так, старейшему дубу в Балтике, стелмужскому дубу, по разным оценкам, дают от 1000 до 2000 лет. Представляете, сколько событий видел этот дуб? Если бы он мог говорить, то сколько бы историй поведал. Дубы очень требовательны к освещению. А летний дуб, в особенности, не любит застоя воды и высокого уровня грунтовых вод. Однако, может выдерживать временное потопление. Благодаря корневой системе, крайне засухоустойчив. Растет на любых почвах, отличается медленным ростом и только в 20-летнем возрасте начинает активно расти. Другой красавец, это дуб красный. Впервые с этим растением я познакомилась в далеком детстве, когда мы с мамой гуляли по парку и собирали желуди и листья для поделок и букетов. Особой удачей было найти желудь круглой формы. Для нас это было все равно, что четырехлистный клевер. Только спустя много лет, поступив в Листтехническую Академию и собирая гербарий, я узнала, что это совсем другой вид. И называется он дуб красный. Кваркус рубра. Дуб красный, или как его называют, дуб северный, очень похож на наш черешчатый. Такой же красивый и морозоустойчивый. Устойчив к ветрам, не требовательен к плодородию почвы. Однако предпочитает нейтральные почвы, либо слабокислые грунты. Более устойчив к вредителям и болезням, в отличие от нашего красавца. Крайне редко повреждается мучнистой росой. Крона красного дуба более стройная и компактная, но это компенсируется более быстрым ростом. При хорошем освещении и уходе к 10 годам дуб будет около 5-7 метров. Заядлые садоводы собирают листву красного и летнего дуба и используют ее для зимнего укрытия. Сухая листва за зиму не перегнивает и позволяет растениям прекрасно перезимовать. Если у вас большой участок, то обязательно посадите дуб, а лучше два, северный и летний. Помимо укрунового материала и тени в знойный жаркий день, вы получите удивительно красивую картину осенью, когда два гиганта будут украшать ваш участок. Один в золотом, а другой в багряном наряде. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Ждем вас в нашем садовом центре. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok